В целом это наша природа, мы очень боимся что-то менять, мы привыкли к нашей теплой ванне, мы привыкли к цвету наших внутренних стен, поэтому для нас болезненные какие-то быстрые перемены. Во-вторых, это, конечно, пережиток Советского Союза, когда церковь была замкнутой, была закрытой, гонимой. И сейчас церковные люди не совсем понимают какие-то инновации, как мы тогда, еще вчера были закрыты, не имели таких возможностей, а мы сейчас развязаны и так далеко идем. Еще один нюанс, который хочу тут подчеркнуть, мы часто фокусируемся на формах, а не на принципах. Формы меняются в зависимости от географического месторасположения, в зависимости от культуры, от времен, от духа времени. Это все меняется, тут нужно церкви подстроиться, христианам подстроиться, находить новые пути, но всегда удерживать вот те вечные принципы и их хранить. Сегодня, наверное, единственное, что нужно, это желание. Мы живем в такой век возможностей, когда просто с помощью одного телефона, с помощью подручных средств можно снимать, можно быть сам для себя режиссером, сценаристом и что-то творить. Поэтому сегодня зря мы находим такие оправдания, что чего-то нам не хватает, ресурсов, еще чего-то. Этот первый момент хотел подчеркнуть. Также тут нужно помнить, что есть, говорят, два подхода к евангелизации. Подход Ивана Крестителя, когда он стоит возле Иордана, приглашать людей к себе. Есть подход Иисуса Христа, когда Он идет к людям. Так, социальные сети, медиа, вот все эти технологии, это возможность идти к людям, выходить в массы и вот доносить эти все принципы. И очень важно тут церкви быть релевантной, быть доступной. Нам нужно переводить вот эти вечные ценности, нам нужно переводить библейское учение на понятный для людей языке. И тут мы своего рода интерпретаторы, переводчики. Мы должны это научиться делать. И, кстати, с помощью медиа мы можем оформлять вот эти библейские принципы вот в понятную для людей форму. Кто-то говорил, что проповедник или церковь строит мост вот тогда и там, здесь и сейчас. Вот это мы можем делать с помощью медиа, с помощью вот этих новых технологий. В студии «Инсталгат» мы себе представляем так, что это объединение творческих людей с целью создания морально-этического медиа-контента и распространения его, грубо говоря, в СМИ. То есть мы объединяем просто творческих, креативных людей. Мы не фокусируемся на одной конфессии, динаминации или церкви. Мы просто ищем талантливых людей, помогаем им реализовать свой потенциал и создавать что-то хорошее, что-то прекрасное. Есть у нас несколько принципов, которые мы выработали на протяжении времени. И благодаря этим принципам мы преуспели, достигли определенного успеха. Это вот такая децентрализация. У нас нету там одного заказчика, одного там или большого спонсора, который диктует, что должно быть именно так. То есть мы даем разным людям возможность реализовать свои проекты, свои идеи. И таким образом мы создали очень разноплановый контент. Мы видим талантливых детей. Давайте сделаем для них детскую программу. Мы видим хорошего диктора или сценариста или режиссера. Мы пытаемся ему дать возможность, чтобы он реализовал свои идеи, свое видение. И таким образом мы на протяжении пяти лет расширяли команду и прибавлялось к нам все больше и больше людей. Тут еще такой же принцип у нас есть. Это перевернутая пирамида. То есть это идет не сверху вниз, что нам кто-то диктует, как оно должно быть и что мы должны снять. Мы смотрим на человека и пытаемся ему помочь раскрыть ту идею, которая у него есть. Вы должны начать, вы должны вникать, вы должны стараться. На самом деле это все намного проще сегодня, чем раньше. Потому что если когда-то мы думали только о студийной обстановке, сейчас людям подходит что-то снятое даже на телефоне, даже на улице. Оказывается, это так же людям, даже если не больше, чем студийная обстановка нравится, и подходит, и заходит. Поэтому не бойтесь пробовать, берите свои телефоны, покупайте какие-то недорогие камеры и реализовывайте этот потенциал, раскрывайте. Потому что таким образом мы можем доносить эти вечные ценности, то Евангелие людям, мы на это призваны, и мы можем достигать, реализовывать великое поручение с помощью медиа, с помощью этих технологий и делиться. Мы со студией стараемся это делать, приглашаем вас следить за нашими проектами, становиться соучастниками, делиться идеями. Мы все вместе можем делать вот такой прекрасный продукт.